Будет какая-то магическая Мирана через Аганим, но там была Мирана, которую в последнее время собирают очень часто, которая собирается в физурон. Скорее всего, это тоже такой вот матч, где Мирана будет собираться тоже в очередной раз в физический урон. Ну да, надо комбинировать как-то, потому что уходить сейчас в Аганим и вот эти Старштормы, это опрометчиво будет. Вега, четвертый пик, Бэйн, Пак, контроля вроде как хватает, Сайлансов тоже, можно цеплять. Можно Кунку взять, к примеру. Думаю, что Кунку брать не стоит, смотри, саппорты здесь есть, я смеюсь, что это Найт Сталкер оффлейн, скорее всего, это четверка, который будет роумить, Бэйн пятерка, Пак либо оффлейн, либо мид. И сейчас можно забрать керри-героя, ну, Лансер здесь, наверное, уже не появится, потому что Шейкер есть лично, есть чем бодаться с иллюзиями. Кого могут взять как керри-героя? Да, ведь снова три варианта. Нет, они меня не слушают, поэтому я даже не буду предлагать. Какой смысл, если мои советы остаются незамеченными? Ну да, там бы Войт всех бы накрывал. Жарил бы так. Ну хорошо, посмотрим, посмотрим. Нет, ну у Веги сейчас много вариантов, что взять. Там, ну, конечно, Физурона можно было бы добавить. Можешь какого-то Сларка взять? Контроля мало, кроме Фиссура и стрелы ничего нет. Ну, там неприятно под Шейкер, на самом деле. Под Шейкер неприятно, но можно справиться. Это Блад Сикер появляется. Ой, видео сегодня было от Сикера, и мне он не понравился совсем. Может, конечно, этот будет лучше? Может быть. Вот это нам предстоит сейчас выяснить, кто же будет с Иллией. Последний банк команды М19. Что ж таково им забанить, чтобы хоть как-то, возможно, оказаться в плюсе. Ну, из неприятных героев для команды М19 что остается? Да, они взяли неприятных героев самых, да? Там Сикер тоже пикнут. Тот же пак есть. Много сайленсов. Спасаться будет трудно очень под метой же, если она Раптура получит. Какой-то сейф, может быть? Ну, а сейф куда ты его здесь уже возьмешь? Уже не возьмешь. Всегда есть какая-то легионка для М19. Все, надо нагу брать. Нагу брать. А что толку от нее тут? Нажал, ультанул там. Ну, как вариант. И Moonlight ушел, все. Все, что может быть. Звучит, как хороший план. Гениальный план ведь. Это типичный паб. Так, ну что, последний пик. Последний бан, точнее. Перед пиком. Это Viver. Тоже подумали, потому что контроля мало у них очень. И таймлапс здесь решал бы много проблем. Действительно. Ну и Vega. А Vega от чего избавиться? Если Vinnomancer, Керри, Patma в мид. Тоже должен появиться оффлейнер. А если это, конечно, не Шейкер. Если это Шейкер, то какого-то саппорта убрать. Да, Шейкер лучше Роми. Да, это не так много станов есть у М19, чтобы вот этот своего Шейкера ставить на оффлейн и остаться на линиях без какого-либо контроля. Так что, скорее всего, этот Шейкер у нас и будет здесь роумить. Ну да. То есть остается, значит, оффлейн у М19. Вероятнее всего. Void, может быть. Опять. Void. Ну, это антимаг. Они вообще Керри забанили. Они думают, что это Vinnomancer оффлейн, я так понимаю. Ну и что себе доберут. Или, возможно, это бан антимага, потому что сейчас что-то появится такое интересное у Веги. И появляется у нас морфлинг. Да, это действительно бан антимага, чтобы пикнуть морфлинга. Лад Сикер пойдет в мид. Это оффлейн пак. Хотя, может, и морфлинг пойдет в мид. Тут, как, пожелает. Год. Ну, М19. Мало времени остается. У них буквально 40 секунд на выбор последнего героя. Они видят морфлинга. Они понимают, что затягивать игру против морфлинга не особо круто. Но с одной фиссурой и стрелой ты не сможешь его ловить и убивать постоянно. Это значит, что морфлинг в какой-то момент раскачается. И приходится брать бруду. Вот так. Ну, Гон. Ну. Ага, Пикачу садится на бруду и отдает Патму Мейден. Ну, интересный вариант. Посмотрим, что сможет эта бруда здесь сделать. Ну, вот то, что Иллюзориорп влетает. Плюс Сайленс и Пака. Сайленс и Блодсикера. И вот все эти паучки очень быстро отлетают. Ну, в общем, есть чем убивать весь этот цирк, который будет от бруды. И все эти же маленькие пауки. Ну, не знаю, не знаю. Витя, как тебе бруда? Мне не особо нравится. Как часто видишь, что бруда выигрывает? Не, периодически я вижу, как бруда выигрывает. Но там должно быть все очень хорошо. Бруды, у бруды команда готова играть 4х5. И чтобы она сплитпушила и так далее. Мы смотрели уже сегодня попытки сплитпуша. Не самые удачные. Ну что, герои выбраны. Поехали. Ставки сделаны. Ставок больше нет. Ну, Алоха будет играть на Морфлинге. Год отстоит на Блодсикере. Стоять ему против бруды, я так понимаю. Да. Но бруде будет трудно его расхарасить. Разве что в момент, когда он накопит очень много пауков, можно сделать какой-то тут единичный нападок и убить Года. Потому что медленно не получится. Фанник будет играть на Виномансере. Ну, сейчас посмотрим. Третья решающая карта. Битва на вылет. У нас там параллельно матчи еще идут, конечно же, на всех каналах. Матчи еще очень долго будут идти параллельно. Они до воскресенья будут идти. Вот, например, на DotaPit.ru 2. Мила комментирует OG против Ашеров. Это интересный матч. Впереди еще комплекс против Optic Gaming. Но это где-то через 50 минут начнется на просто DotaPit. В первом канале. В общем, Dota параллельно идет огромное количество. Так что после окончания нашей серии можно переходить на любой канал. Выбор большой. Выбор большой и смотреть, что происходит там. Ну что, Вегам. Заяц будет играть на Абэнни. Слэйр. Сёма Найтсталкер. Гот на паке. Дерио Ю. Он же Алоха Морфлинг. И Афтерлайв на Блатсикере. Пересели все-таки. Гот сел на паке. Ну да, как мы говорили, М19. Значит, Фанник на Виномансере. Юме на Шейкере. Пикачу на Бруде. Мюрл на Личе. И, конечно же, Мейден остается на Миране. Ну, посмотрим, что будет в начале игры. В этот раз у нас нет такой агрессии в сторону вражеской руны. Как было до этого, да? Как нас исполняли только что в Вега. Забирали там и рунку. И изначально пытались доминировать. Здесь же все более спокойно. Нет таких агрессивных героев. Фанник пытается задетектить. Использует таунт. Бананы накидывает везде. Есть информация, что поставили вард. Кстати, прокликали. Да, видимо. Заметил. Заметил Фанник, что враги поставили вард. И поехали. Посмотрим. Возможно, стоит сразу купить здесь Сентрик. На первые деньги. Снять вижен у врага. Чтобы не было видно, что там у нас внизу. За рунка треспается. Скорее всего, пак будет, как всегда, играть. Через бутынку, да. И такой плюс. Изначально неплохо получить. Так, ну и посмотрим. Противостояние бруды против пака. Тут же расхарасил Пикачу. Причем довольно плотно. Пол хп потерял. Пол хп потерял. Год сейчас тоже немного, может быть, и просядет. Но, в любом случае, пока у Года все хорошо. Еще умудряется поднайдись. В итоге сейчас нужно съесть тангуз. Съел, посадил еще лишний. Но тут уже мисклики пошли от Года. Для бруды, наверное, да? Для бруды, скорее всего, да. Гонят отсюда Мейдена. Афтерлайф на Бладсикере под охраной Найт Сталкера должен чувствовать себя здесь замечательно. Как дела будут у Алохи на Виномансере? Дело третье, конечно же. Но Виномансер может дать здесь жару по Алохе. Посмотри, там Фаник получил неплохо уже. Соло Бейн. Ну да. Еще раз Брейнсап нажать. Все очень плохо, на самом деле. Посмотри. Доставляет очень много хлопот сейчас этот Бейн. Как Фанику, так и Мюролу. Не все так просто. С Бейномбиш неинтересно хитоваться. Ты с ним хитуешься, а потом Брейнсапит тебя. Он здоровье восстанавливает. А ты нет. А ты теряешь. Да, ты должен регениться там, какие-то тангустики нажимать и прочее, прочее, прочее. Вот. Куда пошел? Родновато, кстати. Минуту 40. Он что такое, круг решил сделать? Да, решил сделать круг. В любом случае, говорит, крипов нет. Так что пофармить ничего не выйдет. Все в порядке у Бруды. Он тоже начинает фармить. Под Кларити. Мисс. Не получилось сбить Арбой. Пауки вгрызаются в Года. Это попытка сейчас нанести очень много урона в Году. Арба нет, так и он умирает. Или откатится Арб? Нет. Он не ушел в шифт. У него был шифт. Да. Заеводить мог. Вот что-то здесь, возможно, не стал. Заяц отравили. Вместе с Личом начинают его подгрызать. Не хочет ли Алоха здесь помочь кем-то воевом? Он должен помочь, забрать Фаника, но Фаник уже далеко. Нет, Фаник уже далеко. Фаник уже далеко. Если бы сразу Алоха пошел помогать своему тиммейту, возможно, и получилось бы сделать фраг. А здесь еще урона Регина для Фаника. Только фласочку заюзал и... Сразу восстановил. Нормально. Флору и теперь можно еще пару гелей кинуть на линии. Тем временем на топе все очень даже неплохо у Веги. О-о-о, М19 могут потерять шейкеры. Хватит дэмэдж у Афтерлайфа. Мало хитпоинтов осталось. И Хикер здесь был силен. Так, Фаник вернулся в фуловый. Тут же отравил Заяца. Заяц, надо сейчас быть аккуратнее. Что? Не хочет регениться. Не хочет регениться, да, и решил уйдеть на базу. А здесь забирают и по тму. В итоге оффлейн пока у Веги просто замечательный. Да, превосходно. Найт Сталкер днем очень хорошо отыгрывает. Ну, здесь Сикер разгоняется. Ну, все очень хорошо сейчас для Веги. Кроме мидлейна. Кроме мидлейна, где, да, год просел немного. Из-за этого фрага Пикачу к нему. Там еще шейкер подходит. Если сейчас год потратит арбу, то на него будет выход. Но пока он не рискует. Он понимает, что нельзя тратить ни в коем случае арбу. А вот сейчас потратил арбу и надо упрыгивать. Упрыгивал. Ушел, хорошо. 10 секунд, скоро появится арба. А вот сейчас проблемы могут быть. Надо уходить в шифт, ушел, получит ли фиссуру. Есть фиссура. 4 секунды, плохая фиссура. Плохая фиссура, но жучки. Нет. Бежать. Фласка есть, надо отпиваться. Так, год здесь, конечно, играет просто слишком рисково даже. Подходит. Сема начинает узнать. Да, тут первый уровень у шейкера. И он сопротивляться не может. Руна инвиза. И на топ отправляется тут же Сема. Гонят здесь Алоха. Есть перекачка, если что. Так что Фаник вряд ли убьет здесь морфинга. Есть вейв. В обратную сторону подраться можно, да? Попытаться Фаника забрать. Есть вейв. Хорошо. Фаника еще пару тычек нужно дать. Забирают. Есть брейнсап. Крипов на себя забирает Алоха. И 14 тиков у него имеется. Заяц сейчас просто выберется. Замечательно. А здесь очередной фраг. Самые большие проблемы начнутся, когда Афтерлайф получит 6 уровень. И никакого эскейпа здесь не будет от Блассикера, кроме топ-аута. А топ-аут тебе без всяких проблем сбивает Найт Сталкер. И вот тут начинается тупик. Ну, по сути, в центре лишь только преимущество есть неплохое у команды М19. На остальных линиях мы видим, как Вега неплохо отвечает на контратаки. Да и сами атакуют тоже неплохо. Отравили в очередной раз Алохо. Может быть, даже будет какая-то фиссура. Но 15 стиков уже и в любой момент Морфлинг восстановится. Довольно сильно. Вот там пошла фиссура. Никак не мешает ему. Он продолжает фармить, добивать всех крепочков. Да, стики есть. Здесь колечко. Учередной гель. Еще раз получает гель. Ну да, конечно, Морфлинг неприятно. Он не может спокойно стоять фармить. На топе. Смотрим, никого у нас нет. Там оставляют Бладсикеров в соло. Без проблем. Но он с Раптурой. Они просто понимают, что ему ничего сделать не могут. Да. Мейден упрыгивает отсюда. Еще и застревет в лесах, я так понимаю. Прокушать нечем. И там долго стоять. Приходится делать ТП. Делает ТП на Шрайн. Шрайн заряжен сейчас. Ну вот, получил шестой уровень. С медалькой уже бегает. Ой-ой-ой. Постоянные драки у нас происходят на боте. Он уже с колечком. Так что все в порядке. Да он уже давно с колечком. Вот сейчас замечательно. У него там уже и денежек неплохо есть. Можно купить сапожок. Купил пока Монорегин. Монорегин. Ну все. Против Морфа. Ну как-то особо не подерешься. Есть хаста. Можно забрать. Попытаться выйти еще раз на ботом, наверное. Или шейкер. Ну баунтеруну своровал. Третий уровень, правда. Да возможно в центре как-то. Не получил. Чуть-чуть не хватает. Нет, он все-таки сюда выходит. Снова атака. Ну это же минус. Погибает здесь. Хотя ТП аут. И улетит. И улетает. Не минус. Да. Бэйн быстро среагировал. Я думал, что сейчас еще брейнсап какой-то. Мог кинуть, конечно. Так, Раптура пошла. Ну и что делать? А ничего это не делать. Ты стоишь под Блодрайтом. И погибаешь. Очередной фраг от Афтерлайфа. Все очень было на топе. Мирана там. Вот знаешь, как Пикачу в прошлой игре. Вот так же и Мирана. Не так часто, правда, умирает. Но очень-очень часто отправляют Мирану в таверну. Гот. Но агрессивно Гот работает. Здесь видит шейкера. Но кидает резюр орб. И пытается пушить. Да. Единственная проблема Веги это Бруда. Но я думаю, она перестанет быть проблемой, когда они начнут играть в 2-2-5. Там просто пойдут давить. И Бруда в масс-файтах особо не решает. Ей надо все время сплит пушить, что-то делать. Ну, конечно, может быть, там будет какой-то раж дезолятора. Бруда Акаматумба. Знаешь, даже вот браж дезолятора. При этом есть Морф, который реплику отправляет там куда-нибудь в сторону, где будет Бруда. Смотри, тут Afterlife. Раптура через секунду. Хотят, наверное, убить здесь Бруду, если вдруг она сагрессирует на Года. Тут шейкер есть. И Бруда выходит. Afterlife. Больно, больно Afterlife подкопили Пикачу. Пошел Blood Ride. Слили очень быстро здесь Blood Seeker. Пикачу должен погибать. Да, пошел Silence. Но аккуратнее надо быть здесь Семи. А Юми заберут и могут забрать. Заберут. И погибает, правда, также Сема. Ну, а при этом Сема у Пака все не так уж плохо. Пошел Брэнсап. Подходит сюда Алоха. Надо разменять Фаника. Но Фаник под армором. Зайц, наверное, погибнет. Но его заденает, скорее всего, Алоха. Да, вот надо дать тычку. Очередную денай. Не получается фрагнуть даже Бэйна. Он даже, наверное, рад погибнуть. Так отрегенится и вернуться сюда с ТП за 50 монеток. При этом фуловым. Ничего у тебя не отнимается. Да, это получится. Тем более только что потратил. Мы видели у нас очень много маны. И лич. И также... Как тут постоянно мешают? Мешают постоянно морфу фармить. Постоянные гели. Вот эти вот замедления. Конечно, и стики. Но это очень неприятно. Да, он заминаетесь. Постоянно. Нон-стоп. Азоласт. Гель. Я думаю, что сюда надо сикеру прилететь разок с ТП. Кинуть раптурку по фанику. И на этом файт как бы закончится. Но возможно так и будет. Ну, вейв. Можно прожать стики. Ну, очень неприятно. Вроде бы как-то... Просто морфинг сейчас отрегенится и вернется. Ну что, в центре табы паучков. Да, да. Кинерной. А Роу рядом прилетает. Пикачу получает войт. Что, фиссурку в года? Не. Не стал даже пытаться. Шейкер. Там слишком далеко уже зашли у нас и Сема, и Гот. Так что фиссуру особо не хотелось кидать, тратить. Афтерлав пытается нафармить себе Мидос. Ну, еще 500 копеек. И пошел Лесар. Снова гель. Снова разминаем. Там уже рейндропы есть, да. Чуть меньше будет урона получать. Ну, все равно неприятно. Там замедление получаешь. Это более неприятно, чем этот урон. Шейкер должен сместиться сюда сейчас. Разок хотя бы забрать еще. Сделает и сразу можно идти на остальные лайны. Преимущество около 3000. 7-3. Я бы не сказал, что прям тотальная доминация от Веги. Но чувствует они себя неплохо. Потому что у Патмы мало. Патма, мы видим, давно уже сместилась в лес. 200 нетворца. Меньше, чем у Найтсталкера. А это все-таки Кор. У него есть какой-то расчет. Расчет. Мы видим, что здесь больше, наверное, на Виномантера получается. Так как с Виномантером здесь постоянно стоит Лич. Так, а вот это неплохая попытка забрать сейчас Лича. И погибает Лич. Она будет успешной, да. Правда, Бейну достается фраг. Но ничего страшного. Дезолятор есть. 11-й минуты. Очень хороший тайминг для Бруды. Играет по заветам Матумба Мэна. Который выиграл Интернешнл. Фаник. И Сайланс. Есть Арбай. Минус Фаник. Да. Фаника очень просто забрали. Здесь ТП на потом кто-то прилетел так нагло. Это Лич пятого уровня. Армор на вышку повесил. Чтобы что-то труднело. Да, он уже сядил. Буша смотрит там. Да, он уже сядил. Кстати, можно за это наказать. И вот Бейн сейчас выходит. Есть Лип. И вновь повтор будет. Сейчас Вейл. Вейл. Арбан. Кстати, чайник хороший. Чайник хороший. И очень-очень плохо здесь стали парни из команды Вегас Квадрон. Не вышли момент того, что есть. Есть репликейт. И теперь непонятно за кем гнаться. То ли репликейт ломать, то ли идти морфлинга искать. В итоге отпускает отсюда репликейт. И спокойно уйдет. Отсюда морф. Появляется Миндастик у Блотсикера. Третий Нетворс. Да, Брута, конечно, на тыщенку обгоняет даже Пака. Тут медалька, дезолятор. Очень много урона будет тут по-любому из персонажей команды Вегас Квадрон влетать. Это очень-очень неприятно попытка забрать Шейкер. Но он просто улетает. Он улетел на базу. Я тригенец здесь. Главное не двигаться. Он не будет очередной гель. Фа, не кух. Как же там неприятно. Да, Лоха, наверное, уже с ума сходит. 225 хп берет Лотсикер. Понимает, что Брута может в какой-то момент просто сгрызть моментально. Заяц выходит. Есть лип от Патмы. Патма бежит отсюда. До новой Раптуры еще 30 секунд. И Рейденс. Манки не хватает. Пытается собрать у нас Блотсикер. Шестой уровень есть, если что, у Бэйна. Поэтому если дотянется Финсгриппа, Бигачо будет ли вгрызаться? Не будет он вгрызаться. Только нажал ультимейт, сразу погибает. В это время еще забирают Ильича. А вот это неприятные фраги для М19. Потому что потерять сейчас Пикачу, это явно не то, чего они хотели. Он топ-1 по Нетворсу, разгоняется по фарму. Найт Сталкер сейчас найдет Фанника. Фанику, наверное... А Фаник даже не может развертиться. А Фаник ничего здесь не сделает. По поводу Сайланса все очень хорошо. Команда Вега. Да, без Юла какого-то здесь, наверное, каст дать не получится. Ну и парни просто себе спокойно забирают Т1 Тауэр внизу. Пока нет Лича, пока нет этого армора противного. Вышка падает очень быстро. Да, эти на топе. В миде пытаются... Столкновение небольшое. Пошел Младрайт. Ред. Пошла Раптура. Далеко, по-моему, пошла Патма. Будет ли там хоть Слип или что-нибудь. Патма и... Там вот Лич, наверное, нет. Слишком хороший мувспит у Афтерлайфа. Но там Транфилл есть. Догонять. Да, еще буквально пару тычек. И можно крипов побить. Да. Приходится только так. Пикачо продолжает фармить свой кем в Нижнем Лесу. Пытается он себе как можно быстрее купить Mask of Madness. И уже после этого можно заниматься Таврами. Тем временем... Шейкер седьмого уровня. Неплохо, кстати. Много игроков, кстати, у... М... Находится на ботами. Да. Так и есть. Тут никого нет из соперников. Да, он из Алоха ушел фармить Леса. Мейден, мы видим. ДПТ-хи пытается добраться. С Оу-рингом, да. Ну, пришлось покупать. Пак. Купил себе даггер. Инициирующая составляющая вырослась. Сейчас можно врываться, цеплять того же Пикачу через Dream Coil, через Silence. Не давать ему нажимать ультимейт. Особенно выгодно это делать под Момом, когда он там магического прокаста может хватить. Да. Дальше у него БКБ должно появляться. Иначе он ничего не сможет делать в файтах. И Дагон дальше рашет. Юми. Вижна по нему нет. Гуат. Можно сейчас Эхослэм какой-то словить просто. Юми, 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 Юми. Можно вгазаться. Можно вгазаться. Ооо, плохая фиссура, Эхослэм. Ну, это провал. Это просто провал от М19. Это должен был быть стопроцентный фраг. Пошел Слип. Но Пикачу здесь заберет, скорее всего, Зайца. Финц гриппят. Пошла Раптура. Пошел Blood Ride. Есть Silence. Тут неплохая ответка. Посмотри, тут выживает спокойно Бэйн. Сегодня хорошо фиссура. Фиссура просто, чтобы не пустить. И так, после того, как провалились, потратили много ультимейтов и год. Могут найти сейчас еще и Патму. Патма уходит на хайграунд. Можно попушить. Алоха все это время фармит ботом лейн. Фаник тоже пытается сплит пушить, но хуже десятого. Фаник, как всегда, пытается мешать ему. Там еще кого-то зацепили. Да, Тимпойл. Славили Лича. А Ролл заивайдил. Лич. Рабам. Он дальше не пойдет. Не станет прыгать год. Незачем это. Но 15-4. И опять больше 8 тысяч преимущества. Слишком все хорошо у Веги. И это при том, что у них есть морфинг. У морфа, кстати, не самая лучшая ситуация на линии. Он покупает рейндропы и постоянно стики использует. Но при этом фарм он свой какой-то получает. Да, в какой-то момент Фанику придется его оставить в покое. Отойти. И тут-то морфинг и наберет. Потому что команда у него себя хорошо чувствует. Так, тут выход. Смог пропадает. Есть Блодсикер. Пошел слип. Можно Блодрайт кинуть. Чайник уходит в никуда. Здесь, конечно, есть Шейкер еще. Но Зайца, наверное, можно и продать здесь. Все, продают его. Да, там Блодсикер убежал. Никакой салон зашел. Ну, забринь саппется. Пошла Раптура. А никто его не продает. Да. Он вернулся. Тут подходит Найтсталкер. Надо сбить ТП. Сбивается ТП. Мюррл убегает отсюда. А Шейкер уйдет. Или слип ему... Но его нужно увидеть. Есть слип. И это еще и минус Шейкер там уже получается. Еще и Риндроп выбивают. Погибает Шейкер. И можно на топик поддавить немножко. Там Тележка есть? Уже нет. Телега бал. Тут все линии фармятся сейчас. Вега и Пикачу зависят у себя в лесу. Да, он, конечно, быстро фармить там. Кстати, собирать решил Фейзер. Ну, вот смотри, ситуация с Брудой. У нее есть быстрый изолятор, есть медалька. Это не реализовано никак пока. Да, ты должен идти там пушить, убивать, выигрывать. Дабл демедж, ультимейт. Ну, пока это не работает. Но, к сожалению, это не получается. Вега двигаются вместе. Видите, тоже неприятные вот эти герои. Всякие Найт Сталкеры накидывают тебе Сайленс. Миссы всякие. И, в общем, уже тут не поиграешь на Бруде, так как хотелось бы. И плюс, мы не забываем, что Фаник все время находится у нас в оффлейне. Вот он на нижней линии, как с начала игры. Пошел туда, там он находится всю-всю игру. Ну, а толку от этого Виноменсора? В массфайтах его нет. То, что он тут раскачивался. Да его, по сути, нет. Он как бы пытается мешать. Контрить Морфа. Но при этом у Морфа 7000 нетворца, а у Фанико 3,5. Это двукратное преимущество, как бы. Это совсем не контра, при том, что команда на всех лейнах дохнет. А учитывая, что Морф становится все сильнее и сильнее, получая итемы и левел, А Виноменсор не получая итемы. Не особо что-то может ему противопоставить. Хотя бы экспириенс Виноменсору получать. 12-й получить, там ультимейт, он ультимейт вообще... Он сейчас возьмет 10-й левел, там талант на плюс 30, и это уже будет неплохо. А год фармит просто. Ну, до кончика еще собрать. Да. Почему бы нет, Бруду выключать, пока у него нет БКБ, круто айтем. Заяц мы видим. Тоже 9-й левел уже имеет, там Аркень Руна появилась, и с помощью него можно выйти куда-то в мид, например. Пикачу зацепить. Тут гем нужен на Найт Сталкере, я считаю. Быстрый. Ну, может, рановато. Или прям зарашить. Слушай, 19-й минуту, 10 тысяч преимущества, а единственный герой, который вам может что-то противопоставить, это Бруда. Я думаю, что можно купить гем и законтрить ее. Главное не дропнуть его. Ну вот, тут важно не дропнуть. Ну это важный момент, я согласен. А вот Найт Сталкер должен врываться, он должен идти вперед с гемом, и... Так себе вариант. Ну вот, пошел смог. Сакр тоже есть, чуть-чуть остается до Рейдинса, сейчас спаль от Лича. Ну вот, убивают, и сразу можно... Да, есть Раптура, спрятали, ну, трайт, моментальный вообще минус. Безшансово, безшансово. Лича рассыпался за секунду просто. Дайкер появляется у Шейкера, но... Самое важное, что сделали килл, и Сейкер получил там денежки. Сейчас он приобретает себе Рейдианс. И с этим Рейдиансом можно идти там и с Бруда и драться. И вот с Рейдиансом можно, наверное, и гем купить. Сталкере находить, убивать. Ставится хороший вард, можно зацепить Фаника. Год рядом, пошел Сейленс, ходит отсюда Год, его никак не подцепить. Он запрыгнул на арбу и уйдет сейчас с Дайгера просто. Да, бегает здесь Пикачу. Спустился на лоу-граунд. Видели, видели, Года! Подставился здесь. Зачем он так долго здесь стоял, не ясно. Его команда уже давно разбрелась по карте. И сейчас много денег отдал. Ну, знаешь, там, купив догонщик, можно попытаться выловить кого-то. Ну, Бруду ты никак не выловишь, а остальные тут никто не мог появиться здесь. Ну, тысячу голды, тысячу триста голды зарабатывают сейчас. Ну, вот у Рейдера. Вот так вот просто. Ну, Блаттикер еще и пятнадцатый уровень, помимо этого. Он здорово себя чувствует на карте. Так, ну, Год сейчас появится через 25 секунд. Вот, надо за это время что-то сделать. Например, забрать Рошана. Хороший план от М19 через минус арморчик, Паучков. Ну, вот, наконец-то можно использовать. Почему бы и нет, но я думаю, сейчас Бладрайт сюда залетит какой-то и выгонит отсюда Пикачу. Зачекает все это дело. Да, вот он пошел Бладрайт. Пикачу нажимает ультимейт. Пошла Раптура. Ну, а пока еще нет. Пока нет. И тут можно просто потерять сейчас. Пока не теряют, пока убивают. Хорошо, Фанника можно убить. И должны забирать. Фанника забирают. Фанника можно забирать Мирану. Еще и минус Бейлин. Это минус три. Это просто ужас. Это минус три, а Рошан жив. Пикачу. Дримкойла мне зацепили. В любом случае можно забрать Рошана. Это минус три плюс Рошан на одного Бейна. Отличный размер, как по мне. Это подарок Рошана? Да. Это просто подарочный Рошан. А Егис для мультсекера. Можно идти, мне кажется, давить. Вот просто идти давить. Уже готов Морфлик. Есть Радиенс, там враги не попадают. Тебе там еще Найс Талкер накидывает. Первый и второй скилл тоже очень неприятно. Теперь вопрос, наверное, к тому, что следовало вот так вот оставлять. Даже не вот так вот, а настолько долго оставлять Виномансера. Против Морфа. Забрали у них всех пауков. Подфармил здесь пак. Мы видим вторая строчка у него уже. Следом идет Бладсикер. Бладсикер сейчас выберет вперед. Ну, один идут. Да, они с Медасиком и крипов часто лесных выфармят. Они вон бегут, за ним умрут. Да, Сикер уже второй. Все быстрее и быстрее набирает обороты. Ну что, соберутся вместе Вега и пойдут выбивать пушить? Либо будут продолжать вот так вот подлавливать на ошибках. А еще буквально пару раз подлавить, как мне кажется, и потом уже райт-клик будет работать. Ночь прожимается от Найт-Сталкера, пытается уйти. Автерлайф он с Айегисом. Раптуру надо на кого-то кинуть, но у него Вижена нет. Да, вот нет Вижена, к сожалению, в этой части карты. Парни разворачиваются и просто выступают обратно. Тем временем у нас Гот подпушивает бот, заберет на боте тавер. Успеет ли, правда? Да, успеет. Ктапульты, даже фортификейшн сейчас прожимается. Идет сюда Шейкер, этого будет мало. Эхо-слэм. Снова эхо-слэм. Гот, а Роу минус Гот. Или shift. Нет, не будет. Он shift-а подставился. А там в это время Бруду пытается убить. Вгрызается, должен быть сайленс. Есть миссера, которая пошла. Ой, а тут пика. Пикачу. Пошел чайник. Отгрызается от автерлайф. Возможно, это будет даже дроп Айегиса. Да, есть дроп Айегиса. Пикачу работает. Раптура все еще на него. Отбежал. И надо делать отсюда ТП. Ну, неплохо. Неплохо М19. Смогли подраться в свою пользу. Забрали пак и дропнули Айегис. Уже неплохо. Биномансер 12 уровня с первым мультимейтом. Фаник на топе. Есть худ, есть рейндропы, ПТ и Аквила. Не так много. Пока Бруду трудно пробить, конечно. Она вгрызается очень больно. И даже Алоха и Владсекер все рассыпаются буквально за несколько тычек. Да, очень много минус армора. Плюс пассивка. Те же миссы появляются. Бруда может, конечно же, наносить очень много урона. Вот так вот драться. Но ей нужна поддержка. Это поддержка была. Попытка выйти на Мирану. Есть Сайленс. Подцепят лидж. А тут рядышком лидж и шейкер. Ну а дальше хаслэма-то нет. Подходит сюда моментальный минус лича. Теперь пошел брейдзап. Не удачный лип. В руптуре. И минус 2. Да. Вот так вот элементарно разбираются здесь вега. Снова М19 подставляются. Решили парня немножко побайтить, похалдить. Нужно было просто отдавать одного. В итоге потеряли двоих. Ну да, за Мирану хотелось подраться. Мирана очень нужна. Круто пик здесь смотрится от. Под Раптуру. Ты просто нажимаешь пик. Конечно. Так, Пикачу сейчас убьет. Надо разбудить пауком. Да, пошел брейдзап. Ну, Пикачу отсюда уйдет. Дримкоил. Словили. Словили. Слепили. Авижен будет какой-то. Сейчас с икоду будет вольно. Порвал Дримкоил. Сайленс. Надо уходить. Ну да, наверное. Раптуру еще в КД. Не получится. Плюс там лич пришел. У него есть чайник. Лич погибает. Ох, что здесь происходит с этим личом? Этот саппорт постоянно отлетает. А лохов соло его разносит. Лох слишком силен. 17 уровень. У него там много айтемов уже. И ты ничего с этим поделать не можешь. Находят сейчас Фанника. Сейчас еще и Курьера. А Курьера убить? А Курьера убить сначала нет? Лучше Фанника убить, наверное. Лучше Фанника, конечно. Да. Шел на драйд. Заблочили Фанника. Фанник. Вот так я поставил вартер. Курьера и на этом Фанник заканчивается. Пропустил, пропустил. Смотри. Старшо. Вот так вот. Гоняется здесь Пикачу. Но он ничего не сплитпушит. Вот в чем проблема сейчас Бруды. Ну да, вот что делает Бруда? Просто фармит свои леса. Бруда пыталась только что словить Пака. А Пак это не тот герой, которого нужно бегать, пытаться ловить. Да, пусть он там и мешал. Но мешает, мешает. Ты там либо фармишь, либо пытаешься драться сносить. Уже БКБ готово у Афтерлайфа. Ну а Пикачу, понятное дело, останавливает мид. Правда, пауки сейчас рассыпались. Пикачу очередную партию создает. Паучики там новые наспаунятся. Это не проблема. Чего-то ждут. Да, рисует план Капкан. Выждет, выждет момент. И смотри, подтягиваются в центр карты у нас Бруда и Шейкер. Хотят зацепить Пака. Ой, опять наши Ильича. Ну это вечные приключения Алохи Ильича. Это уже четвертый раз подряд ходит. Да, и у Ильича шансы никаких. Нечательная Раптура, Фаник. Попытка сделать тэп-аут. А Юльичка нет. Не хватит дэмэджа. Там Юльичка, наверное, и не будет. Да, Юльичка, конечно, не будет. Он рейдил. Тут следом за лечом другой билл. Сюда пришла Патма. Патма тоже отправляется в таверну. Плюс 40 дэмэджа берет талант Алоха. Ну и теперь у этого морфинга почти что 300 дэмэджа. Это очень больно. Да. Там 2-3 тысячи долл, можно перекачиваться, тебя не убьют. И ты сам разваливаешь, скорее всего. Так, вот. Снова ловит Эхо Слэм. В очередной раз. Кстати, еще неплохо. Можно подраться. Сему. Да, забирают Сему. Загрызут. Ночь нажимается. Не успел долететь в хайграунды. В итоге Пикачу здесь делает минус 2. Хорошие фраги. Для них это 2000, наверное, в копилочку. Это подарок. Ну, не хочет. Очень хорошо. Забрали Найт Сталкера, он там бегал, мешал. И Пака в очередной раз так же забирают. Очень много смертей от Пака в последнее время. Ну, его все время через Эхо Слэм забирают. Да, Эхо Слэм, стрела. Эхо Слэм, стрела. И с этим он ничего не может сделать. Снова Фанник сейчас погибнет, так понимаю. Втерлайф уже выдвинулся с третьей Раптурой. Ему будут только кого-то заметить. Ну, они тут вдвоем с морфингом разнесут все, что можно. Шейкер, Раптура. Так, и вот он Лич. Ну, Лича пропускают вперед, да? Что он стоит? Не знаю, Лич, наверное, задумался, а вдруг мы тут что-то можем. Но на самом деле ничего вы здесь уже не можете. Но там нужны другие игроки все-таки, чтобы суметь что-то. Гем есть, кстати, у Бладсекера. Обзавелся все-таки. И можно сейчас похотиться на Пикачу немного. Ну, вот сейчас нужно дождаться, пока зареспаунится Пак. И вместе с Паком уже идти использовать гем, убивать эту бруду. Ну, а без бруды, как мы все понимаем, у команды М19 не так уж все и хорошо. Да, есть, конечно, Мирана, но, как мы сейчас видим, особенно ГАИТ и Мафис ловили Мирану. Тэпаут пытается сделать, но... В Патме вообще ничего нет. В Патме 7800 на Творс, и она, по-моему, не выберется из этой ямы никогда. Потому что ее вот убивают с легкостью. Сайленс, и пока у нее не будет манты какой-то или линки, я не знаю, что она будет собирать. В любом случае убивать ее будут очень-очень просто. Там в скором времени ГОТ проапает Дагон, и он будет в соло с ней разбираться. Да, у ГОТа, смотри, уже и так Дагон неплохо качал. Сия появляется у Морфинга. В статы такие пошел. Ножки ломать будет. Все очень хорошо с покупкой Санчин Яши. Может, дождаться Рошаны или вот уже сейчас хотят? Вышку-то заберут. Да, можно Тавер забрать, а уже после Тавера там либо Драка, либо, возможно, как Рошанчика пойти. Через армор. Пикачу, зацепили. Забываем, что есть ГЕМ. На ГЕМ далеко, ну и так словили Пикачу. И он приходит встать на месте, и Морфинга его просто расстреляет. Да, Пикачу погибает, есть байбэк, но Блэкинг Барон потратил. Он будет заход на хайграунд от Вегас Квадрон. Определенно, они не будут тимурить. Да и никогда ничего не сделают. Ультимейта нет, нет БКБ. Да. Беззащитно. Ультимейт у Фаника, конечно, есть, но это не так страшно. Тут Найт Сталкер бегает. По идее, Пайбэк нужно юзать, потому что там можно и вторую линию потерять. Да, Морф. Боится подойти Лич, повесить Армор. Подошел, Фаник, Адаптив Страйк, на Ту-3 здоровья. Так, есть, Эхо Слэп. Врываться. Гот, поймал стрелу, пошел Чайник, надо уходить в Шифт, уходит отсюда на ВВ. Алоха, ну и остается Чайник на хайграунде. И в итоге поймать никого не получится. Развели на байбэк Бруду. Ну, как все было близко к тому, что в 19 сделали бы пару фрагов. Повезло. Повезло команде Вега-Сквадрон. Ну, можно пойти и отопиться на шрайне. Да, сейчас, скорее всего, это будет под хилл. Не исключено, что парни, возможно, заберут Рошанчика. Все, что нужно, сейчас убить Бруду. И ее не будет где-то 100 секунд. И этих 100 секунд будет более чем достаточно, чтобы сделать мега-крипов. Так, Мейден сейчас подставится, если пойдет дальше по линии. Но здесь Вижна нет. Тут Вижна нет и нужно совсем команда работать. Видит Мурлинга. Ароу можно запустить. Попадает в Алоха. Продолжение какое-то будет. Там через Фиссурку. Есть Репликейт. Найт Сталкера намазали урной. И в порядке будет здесь Алоха. Йоми. Есть Эхо Слэм. Эхо Слэм. Есть стрела, перекачка. Не хватит дамеджа. Да, там слишком много... Кажется, сейчас еще Алоха разберется. Урона у него мало, поэтому он просто улетает. Так, там спичка. С Пикачу. Будет ли Дрим Койл. Отпивается Шрайном. Пикачу еле живой. Брейца пошел. Могут его словить. Могут словить. Пикачу живет. Есть утимейт. БКБ. Раптура будет здесь или нет? Раптура далеко. Раптура далеко была. Уже, уже, уже есть. Слип на себя. Надо будить. Финцгрип. Пикачу зацепили под Раптурой. Ну и Пикачу погибает. Слипает байбэка. Или успеет уснуть? Не успеет. Брейца. Там мисс был. Из-за того, что дебаф висел от Семы. И в итоге 100 секунд, как я и говорил, не будет бруды. Хороший шанс для Веги, чтобы закончить эту игру. Брюса Егис и Сырок. И Сырок. Можно идти уже вместе, пятером, отвечать. Да, там пытаются парни внизу, на 12, как-то подпушить. Не, слишком хороший пуш-потенциал у Веги за счет морфлинга. Он просто уничтожит бараки, перекачанный в ловкости, если никто ему не будет мешать. Да, они там могут снести просто хайграунд сейчас. Да, рисует план Капкан. Не переживаю. Млад Сикер, создается иллюзия. Гот. Поймать кого-то хочет. Да, они рассчитывали, что будут сплитпушить до конца. Им 19. Отгоняет. Алоха, пошла Рафтура. Фаник, очень больно. Фаник сейчас просто погиб. Нужно Фаника убить. Максимально быстро он успел все-таки утонуть. Хорошо. Автерлайф получает. Чайник. Чайник обратно. Автерлайф съел. Все хорошо, живет. Есть Аегис, но тут на самом деле... Остальные не живут. Вот в чем проблема. Уже четыре игрока в таверне. Байбэк. Минус четыре. Есть у Виноманцера, но у него нет уже ультимейта. Отпевает Шрайн. Поймали Мейдена. Мейден получает до кон. ГГ. Год гейм. Вэл плейт, пишет Йоми. И М19 покидают эту квалификацию. Ну а Вега Сквадрон проходит дальше. Да. Все-таки, если мы забудем о первой игре в рамках этой встречи, то у Веги все-все хорошо было. Они намного сильнее М19 смотрится. Да. Они проиграли карту с этим троллем. Мы видим, Алоха ни разу не погиб. 1.10 снова Лич. 3.